Улица Бакюр-Манче станет первой в Нижнекамске, которая будет представлять себя музей под открытым небом. Уже во второй половине октября горожане смогут насладиться прогулками по променаду, симптоматических площадок, на которых расположатся пилоны. Они будут рассказывать о биографии и творчестве легендарного скульптора и живописца Бакюр-Манче. К слову, на одном из домов уже нарисовали граффити в виде его портрета. Также недалеко от почты установят беседку с качелями. Навесы спасут от палящего солнца и от проливного дождя. В настоящий момент выполнено более 90% работ. Осталось установить малоархитектурные формы и освещение. В планах продолжить нанесение граффити на стены многоэтажек. Всего на реконструкцию четной стороны улицы Бакюр-Манче, которая соединяет проспект Мира с парком «Семья» и площадью Лемаева, затрачено 57 миллионов рублей из бюджета республики. Вторым социально значимым объектом выездного совещания стал детский оздоровительный лагерь «Кама». Здесь уже выполнен основной объем строительных работ. Сейчас ведется подведение теплосетей, после чего, как говорит директор комплекса, начнется самая сладкая пора – художественное оформление стен, дверей и корпусов. Я стараюсь, чтобы каждый уголок был уютным, как по-домашнему, чтобы это было не просто лагерь, а домашнее, радостное, приятное, яркое обстановку. В настоящий момент обновлено четыре жилых корпуса. Два из них будут введены в эксплуатацию после продолжительной заморозки. Также выделили отдельное здание под медпункт, администрацию и выдачу в прокат коньков и лыж. Новый облик приняли столовая и актовый зал, который будет трансформироваться под театральное помещение. Как отмечать Екатерина Юртаева, особое в лагере будет и футбольное поле. Его строят по форме амфитеатра. Зрители смогут наблюдать за происходящим как сидя, так и лежа, загорая на солнце. Работать в лагерь «Кама» будет круглогодичным. Летом принимать отряды, зимой по принципу выходного дня. Каждый житель Нижнекамска со своей семьей может прийти в лагерь, заселиться в корпус, покататься на коньках, на лыжах, посетить нашу столовую, кафе, отдохнуть. Первая смена в «Каму» заедет в начале июня следующего года. Администрация лагеря планирует принять 168 детей. Всего на реконструкцию комплекса из бюджета республики выделено 180 миллионов рублей. Кира Николаева, Марина Чернышкова, НМЕДИА